18-е заседание Совета депутатов в муниципальном образовании Финнесетского городского поселения объявляю открытку. Первая сессия. Первый вопрос. Об утверждении отчета главы администрации муниципального образования Финнесетского района Ленинградской области в результате своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Финнесетского района за 2015 год. Я хочу сказать, что администрация Кингисетского района, исполняя полномочия городского поселения в 2015 году, как вы видели, работала слаженно. Цели и задачи, которые были поставлены наши совместные на Советах депутатов, мы четко исполняли. Проколов, скажем так, практически за этот период не было. Есть у нас, конечно, определенные объекты, которые мы в силу разных причин еще не можем завершить строительство. И важным было в этот непростой период, в 2015 год, все-таки мы понимаем, в какое время мы живем, что ситуация, конечно, финансовая везде нестабильна. Предприятия города Кингисеппо в этот 2015 год, наоборот, показали слаженную хорошую работу. Надеемся удержать его и в 2016 году. Это очень важно, чтобы исполнить все обязательства, которые мы взяли с вами совместно перед нашими гражданами, исполняя полномочия городского поселения. Нам удалось в 2015 году в администрации провести некоторые внутренние реформы. Вы знаете, что мы меняли штатную численность и структуру администрации в связи с некоторыми изменениями в структуре заместителей администрации Кингисеппо района. Я хочу сказать, что мы за 2015 год сократили 10 муниципальных ставок. Это не один год мы даже и пытались, но это у нас не получалось. В 2015 году было принято кардинальное решение. Коллеги меня поддержали. Спасибо моим заместителям, которые перераспределили, взяли на себя больше нагрузки в своей работе и, к счастью, с этим справляются. 2015 год, мы с вами, хорошее, быстро забывается, конечно, я просто напомню основное, что в первую очередь в 2015 году мы наконец-то открыли городской дом культуры. Мы его обживаем, обкатываем, разместили все уже коллективы. Сейчас, в этом году мы полностью с поддержкой правительства Ленинградской области сделаем все убранство, сделаем все технические моменты, звук, свет. Контракт уже проторгован в этом году. Софинансирование 25 миллионов рублей в ГДК два года подряд оказывают нам финансовую поддержку. И в прошлом году они выделили 8,8 миллионов, и в этом году почти что 8 миллионов в ту долю 25 миллионов, которые мы используем на ГДК. Я считаю, что вы этими цифрами должны владеть, поэтому более подробно на этом остановился. Соответственно, компания «Новотек» стала партнером в реализации проекта «Дома культуры». Вообще, хочу сказать, что в этом году, в том году мы почти что на 90 миллионов подписали соглашение о социальном партнерстве. И хочется отметить, что в этом году уже подписано в первые месяцы на 46 миллионов договоров о социальном партнерстве, пожертвований предприятий на развитие в основном инженерной инфраструктуры, именно спортивной инфраструктуры, развитие, поддержка Федерации спорта и много-много другое, что наши горожане мы ощущаем на себе. Далее я хотел бы остановиться на следующем объекте, это Ледовая арена. Вы знаете, что это объект, который сегодня пользуется большой популярностью уже. Есть у нас статистика. Я постучу по дереву, не сглажу, наверное, скажу о том, что мы практически сегодня видим, что объект выходит на точку самоокупаемости. Выручка за неделю, каждую неделю мы мониторим выручку, какая идет следовая арена. И она позволяет нам сегодня уже предположить, что объект будет самоокупаемый, может быть, даже будет нести доход, который, естественно, будет направляться на поддержание спорта внутри этого объекта. Я думаю, что с учетом вот этой востребованности мы будем вносить некоторые изменения в генеральный план седьмого микрорайона, потому что все иногородние, кто приезжает к нам, к нам очень активно, мы уже мониторим ситуацию, едут наши соседи. Это Сланцы, Болосово, Сосновый Бор, очень много петербуржцев, и вы знаете, что буквально та неделя была, неделя каникул студентов, и мы это сразу вчители на той выручке, которая была в ледовой арене. Очень много приезжает молодежи, друзей, родственников из Петербурга. На самом деле в Петербурге льда не хватает, и объект сегодня достойно вписался в инфраструктуру города. И в этом году мы начнем строить плавательный бассейн в городе Кингисеппи, но в худшем варианте, я, конечно, не хочу его допускать, но в худшем варианте это будет 17-й год, начало строительства и проектирование, строительство гостиницы параллельно, которая объединит этих два спортивных объекта в будущую такую гостиницу «Спорт», рабочее название пускай это будет. И тогда мы, конечно, привлечем очень много желающих, которые приезжали бы в наш город и занимались бы спортом, и, конечно, Кингисеппи достойно тоже будут заниматься всеми видами спорта, которые есть и будут в этих объектах. Фигурное катание пока остается у нас на полной платной основе. Это будущее, когда мы себе сможем позволить, может быть, через год, через два, мы примем соответствующее с вами решение. Но пока ситуация остается вот такая. Конечно, нельзя не отметить, что этот год у нас 15-й завершился еще большим событием. Мы построили, купили вместе с правительством Ленинградской области основную долю, что финансирование, естественно, была бюджетом, нагрузка на бюджет Ленинградской области, детский сад в микрорайоне номер 6. И если все будет идти по плану и графику нашего губернатора, то 26-го числа, в день моего отчета перед всеми горожанами, перед районом, мы будем открывать два детских сада в поселке Котельский, детский сад с бассейном и в городе Кингисеппи. Хочу подчеркнуть, что мы говорим об объектах, обязательно здесь стоит сказать, а сколько же это денег. Вот эти три объекта, КДК, Ледовая арена и детский сад со всех уровней бюджетов, где, возможно, были федеральные деньги на Ледовой арене, плюс региональные деньги в основном и деньги из бюджета Кингисеппского района, плюс, естественно, очень серьезный вклад Еврохима, фосфорита в Ледовую арену, так вот, эта сумма составила 720 миллионов рублей. Поэтому это хорошая прибавка к нашему бюджету, к нашим расходам и, естественно, это, наверное, есть доказательством той слаженной работы между депутатским корпусом и администрацией района, о том, что мы можем уже лет 7-8 назад, мы только мечтали об этом, а сегодня мы уже конкретно реализовываем эти глобальные проекты, я бы сказал, для нашей территории, и мы этим должны обязательно гордиться, не забывать про это, что это наша работа, что мы это делали вместе. Города Кингисеппа приоритетами было ЖКХ, и было, и есть, и остается. У нас много с вами нерешенных вопросов, но есть много сдвигов, которые произошли именно в 2015 году. Если остановиться на этом полномочии, то здесь четко видно, что мы научились и зарабатывать деньги, и мы научились вступать в разные программные софинансирования. Поэтому было очень много сделано по дорожным работам в городе Кингисеппе, хотя нас продолжают критиковать граждане, хотя мы понимаем, что не мы же с вами, администрация и совет депутатов, скажем так, убиваем эти дороги или делаем тот износ, который есть. Интенсивность движения в городе Кингисеппе вырастает с каждым годом. Транспорт растет с каждым годом. Что скрывать сегодня в каждой семье? Не одна, а две, а то и три машины. Все сегодня привыкли в 21 век передвигаться на автомобильном транспорте, и, естественно, какого бы качества дороги не были, они все-таки изнашиваются очень быстро. Но, тем не менее, нам удалось отремонтировать ряд улиц, и мы, к счастью, сумели найти софинансирование и даже сделать Октябрьский бульвар. Он не входил в планы 2015 года, мы даже не предполагали, что нам удастся это сделать. Вот мы отремонтировали улицу Театральную, сделали показательную, маленькую, коротенькую улицу Иваново, так как это должно быть и в средствах массовой информации, и граждане. Очень многие звонили и благодарили нас с вами о том, что мы сделали такой подвиг. Октябрьский бульвар в двух частях мы выполнили. Сейчас очень плотно работаем с правительством Ленинградской области, вместе с Евгением Павловичем Смирновым, чтобы нам как можно в короткие сроки на старте дорожных работ весна-лето отремонтировать оставшуюся часть. Как всегда, на следующий год, как только сойдет снег, в этом году уже, естественно, приступим к ямочному ремонту, чтобы подготовить все наши улицы. И основные магистрали к 9 мая, это наши с вами обязательства, и нельзя даже назвать это традицией. В основном, конечно, граждане сосредоточились сегодня на таких вопросах, как благоустройство внутриквартальных территорий. Мы это понимаем, у нас с вами, к сожалению, один карман только, и те деньги, которые мы в этом году выберем и сможем выбить, естественно, мы будем с вами совместно определять, все-таки направлять на строительство какой-то улицы, магистрали какой-то, проезда и делать внутриквартальное благоустройство. Граждане благодарности, звонки, что выполнены работы здесь в Сочи в хорошем, надлежащем качестве. Наша основная полномочия еще же в городе Кемисепе – культура, спорт, молодежная политика. Здесь хочется отметить блестящую работу комитета. Многие из вас информированы и участвуют в спортивной жизни города Кемисепа и знают, сколько медалей розовых, золотых, серебряных мы привезли за 2015 год. Я думаю, мы тоже на какой-то из совета депутатов сделаем просто конкретное тематическое выступление Александра Сослина. Это значит, что наша молодежь меньше тусуется, извините меня, во дворах, меньше сидят с банкой пива, меньше, может быть, и вообще не употребляют наркотики, к сожалению, которые присутствуют на территории Кемисепского района. В целом в нашей стране этот вопрос искоренить пока не удается. Мы работаем в этом направлении, в тесном контакте с силовыми структурами, администрация не оставляет проблемные вопросы общества в стране. Четко, слаженно пытаемся где-то подбодрить, где-то подтолкнуть, чтобы эти проблемные вопросы общества в том числе обсуждались и были на виду. В наших планах 15-го года и 16-го года, это, конечно, но это не полномочия города Кемисепа, но мы живем в городе, и полномочия 2-го года Кемисепа здесь оставить в стороне. Конечно, это развитие здравоохранения. Сергей Геннадьевич, мы сейчас активно работаем по привлечению спонсоров к проектированию нового корпуса больницы. Что тут же у нас получается? У нас есть предпроектные решения. И, естественно, сейчас мы обратились в компанию, которая нанята компанией Еврохим, компанией ВИПС. Это очень серьезная структура проектной организации, которая Еврохим сделал такой подарок нашему городу. Это было, вы о нем знаете, много о нем уже говорили, это ведется работа по всему облику, архитектурному облику и социальной инфраструктурной среды города Кемисепа. Здесь не могу не остановиться и на морге, который у нас запроектирован и прошел экспертизу. К сожалению, уважаемые депутаты, мы пока не достигли договоренности с строительством Ленинградской области. Это полностью полномочия региона о строительстве этого объекта в этом году. Ситуация, понимаете, мы-то шустры, мы уже это сделали. Вся Ленинградская область еще в посте и проектов таких нет. А одинаковое практическое состояние моргов на всей территории Ленинградской области. У нас есть только 3-4 района, где ситуация в силу исторических событий стабильна в этом направлении. Поэтому я буду продолжать работу, буду просить поддержку и Варновских Дмитрия Владимировича, нашего депутата ЗАГСа. Вчера мы с ним беседовали, вчера был в правительстве об этом вопросе, чтобы все-таки убедить губернатора отпустить нас вперед, и чтобы было профинансировано строительство морга. Но вы знаете прекрасно, что все-таки нам удалось, и в этом году, в 2016 году, закончится строительство ветвьей черницы новой, если кто-то не видел, где она строится, и ее новый облик, рекомендую проехать. У каждого из вас есть машина. По второму проезду рядом с неведомственной охраной стоит прекрасный уже объект. Жалко, что он стоит вот как-то немножко в промзоне, а не на фасаде где-то города. Это очень красивое здание, многофункциональное в этой деятельности. Если мы находим силы и возможности пролоббировать те или иные проектные решения, которые есть, то у нас, в принципе, все получается. Очень обидно, что не всегда срабатывают наши законы в поддержку муниципалитета и тому свидетельство. Это физкультурно-раздоровительный комплекс на улице Боровского. Вы знаете, что мы расторгли контракт, я публично об этом заявлял в прессе, с компанией, которая выиграла аукцион, электронный аукцион на электронной площадке по реконструкции ФОКа. Это прекрасный объект, который запроектирован, он будет работать обязательно. В данный момент мы находимся в процедуре, такова процедура, к сожалению, консервации объекта. И тут же мы уже параллельно сделали это техзадание, идем на новую экспертизу. В силу ряда законных обстоятельств. Мы надеемся, что те семена, заделы, которые мы сделали в прошлые годы, именно в 2015 году, надеемся, что в этом году в 6 микрорайоне начнется строиться еще один детский сад. Это первый частный детский сад. Он сейчас вот-вот выходит из экспертизы, и инвестор приступит к его строительству. Я хочу немножко остановиться о жилищном строительстве. Мы как никакой район в этом отличаемся, и недаром в 2015 году мы заняли первое место, Кингисевский муниципальный район, по, боюсь соврать, больше 50 показателей, которые разработаны правительством Леградской области. Мы заняли первое место и были отмечены грантом 8 миллионов рублей, Кингисевский муниципальный район, за то, что мы так сработали в 2014 году, был подведен итог в 2015 году. Рынок жилья практически встал. Наши инвесторы закончили строительство 6 микрорайона. Мы надеемся, что вот эта вот застройка на Карла Макса, вы видите, что дом, я привяжу возле рек-палаты, напротив Макдональдса, уже сдан в эксплуатацию. Дом напротив, возле больничного городка, напротив АЗС Лукойл, огромный дом, который стоит компания Петроинвест, будет сдан в 2016 году. Комплекс, маленький квартальчик возле АЗС Лукойл, 4-5 этажки, ведется строительство. Микрорайон К тоже дом в ближайшее время будет сдаваться, это первый дом в квартальной застройке. И тем самым мы сегодня очень переживаем за ситуацию именно в этом секторе, потому что, к сожалению, рынок жилья немного притормозился. Покупательская способность граждан снизилась. Пром очень уверенно проектируют объекты, которые будут строиться на территории Кенгисевского муниципального района. В первую очередь это Северный поток-2. По территории нашего района пройдет самая большая магистральная труба объемом 1420. Две трубы, это чуть преклониться, пешком можно по трубе идти. Этот большой газ придет именно для проекта Nord Stream 2. Это третья и четвертая нитка, который этот газопровод пойдет в Германию. И, соответственно, компания «Газпром» будет вести очень большую деятельность на территории Кенгисевского района. В том числе реконструкция газопровода Ленинград-Кухлоярли. У нас появляется только с приходом «Газпрома» более 500 новых рабочих мест. Это еще раз сколыхнет рынок строительства жилья, естественно, к нам приедут новые люди. Я напомню, что российские железные дороги очень активно сегодня вводят в эксплуатацию свои объекты на территории Кенгисевского района. И к нам также едут граждане из других регионов. Я сегодня подчеркнул ту роль и работу администрации, которую мы делаем в рамках исполнения наших полномочий в городе Кенгисеппе. Районная администрация ни в коем мере не делим город и район никак. Это наша единая работа, слаженная работа с двумя советами депутатов. Городским и районным советом депутатов. Поэтому я надеюсь, что 2016 год нам даст возможность реализоваться еще больше в тех проектах, в которых мы участвуем. Я надеюсь на ту слаженную работу, которая у нас была с вами в 2015 году. Она продолжится и в 2016 году. Двери всех кабинетов районной администрации для вас всегда открыты. Приходите, будем обсуждать вопросы текущие, злободневные и перспективные. Спасибо за внимание. Те депутаты, которые остались с прошлого сезона, мы, наверное, все помним, поскольку с клипом Виктору Русевичу приходилось доказывать нам, что нужно вкладываться в проекты. Мы всегда считали, что лучше эти деньги вложить в что-то реальное, модернизировать, дороги улучшить и прочее. Но вот сегодня мы видим, что действительно вот эти вложения в будущее, вложения в проекты, они приводят к очень активным, замечательным результатам. Виталий, спасибо большое. Я редко, к сожалению, об этом говорю. Но на самом деле, все-таки вот сегодняшний, 2015 год, вот эта ледовая арена великолепная. Вот эта ГДК, несмотря на все те споры, которые вокруг мы шли, это все-таки замечательное подтверждение о том, что мы абсолютно были правы. Не всегда я прав, неприятно очень, но есть ошибки. Я присоединюсь с Соломой Маргаритой Артуром, но и все-таки у меня такая просьба. Ну, все-таки благодаря тому, что ввели в эксплуатацию ледовый дворец, в этом году ни один двор не был залит, ни один каток. И наши бабульки, в общем-то, очень часто звонили. Раньше они радовались вот этому смеху детскому, дети, которые катались во дворах, где был залит лед. В этом году этого не было. Скажем так, внутри администрации по этому вопросу мы уже очень серьезно спорили и внутри себя приняли то, что мы допустили халатность какую-то в своей работе. И мы с Александром Сосниным обсуждали этот вопрос. И я думаю, что такой ошибки больше не будет. Наш город, я думаю, несет на себе большую ответственность в Ленинградской области, находясь на таком передовом рубеже. И у меня вот такой вопрос. Мы вот гордимся новыми объектами, масштабами строительства. Но я думаю, что, наверное, у меня такое пожелание администрации все-таки обратить внимание на парковки, именно на многоуровневые. Но вердяка нам никуда от этого не уйти в будущем. Может, где-то одна парковка такая вырастет, может, где-то другая. Потому что очень много машин сегодня во дворах, и это вызывает раздражение у жителей. С одной стороны, мы объявим войну тем, кто паркуется, невзирая ни на что, на газонах, где попало, на детских площадках. А с другой стороны, когда мы создадим условия, может быть, как по принципу строительства гостиницы, мы найдем какого-то инвестора. У нас есть возможность сегодня, вчера, завтра приступить к строительству трех многоуровневых паркингов. Для этого конкретно единый земельный участок. Конкретно все сделано. А один паркнер вообще на фасаде большого бульвара, как мы заезжаем в Латву, как ледовое арене, вот этот гектар земли, с левой стороны руки, как мы повернули. Получается, у нас есть и проекты проработки, и альбомы, и эскизы. Возможно ли разработать маршрут городских автобусов с заездом на ледовую арену или приближенно, потому что очень много детей ходит на секцию и дачит на себе по 30 килограмм вот этого обмора. Вы знаете, что эта дорога была построена за счет средств фосфорита, поэтому мы с Екатерином Павловичем ведем большую работу на ни одного дня. Там много факторов, которые надо сейчас собрать в кучу. У нас не пройден проект всей инженерной инфраструктуры седьмого микрорайона. Мы ищем спонсоры, которые должны доплатить 5-6 миллионов рублей, потому что там надо внести еще изменения и выйти на госэкспертизу. Как только мы получим этот документ, мы, это планы этого года, в этом году мы хотим это сделать. Мы получим экспертизу, мы в экспертизе заложим возможности очередного строительства и ведем это как часть, в первую очередь, эту дорогу в эксплуатацию. Мы тогда только официально можем поставить туда автобус и маршрутки. Вы посмотрите, ни в одном районе Ленинградской области не столько спортивных площадок. Пекаем, пекаем, скажем. Подождите, я хочу сказать, я благодарна вашим заместителям. Любой вопрос решается оперативно. Так как я сотрудничаю со всеми заместителями, естественно, что очень хорошее отношение и забота о образовании, это у вашего заместителя Светланы Ивановны и комитет по образованию. Спасибо за те спортивные площадки. Я знаю, сколько в этом году вы будете еще запланированы, пробили. Пробивать деньги, вы знаете, у инвесторов очень тяжело. Очень тяжело, это действительно большая заслуга. Я знаю, что вы думаете о том, что молодежь не уходила из района, чтобы они занимались. Я стараюсь, но у меня просьба тоже не забывать тоже про образование со стадионом. В 2016 году мне обещали перед выборами, что вот может решаться вопрос по стадиону, территория которого. В Кингисеппе нет таких стадионов. Он не только для учебного заведения, он будет для города нужен. Помогите, пожалуйста. Спасибо. И вторая просьба. Хорошо, Ледовый дворец, слава Богу, работает. Дети, это я прошу, уже теперь просьба и нахаживая на будущее. Может быть, с доходами, которые будут получаться от дворца, подешевле немножко сделают стоимость проекта детям нашим. Согласны вы со мной? Не все могут. Мы сейчас только двери, первые шаги делаем. Это в будущем, да. Да, не все могут потянуть эту сумму. Спасибо большое. Будем рассматривать. Спасибо вам большое. Мы сегодня уже рассматриваем льготные категории, льготные дворецы. Это многодетные семьи, это там попечители и все остальное. Мы уже готовимся к этому пакету. И еще не все сказала, извините. Значит, спасибо большое, опять же, администрации нашего Кингисепского района, что сохранили до 30 июня годный проезд для студентов, которые обучаются и живут на территории Кингисепского района. Спасибо вам большое. Макслав, спасибо. Спасибо вам тоже. 18 за. Породить по динаму, пожалуйста. Большое спасибо за оценку, за доверие. И, Алексей Иванович, обязуемся и так же работать на благо нашего города и района. По результатам деятельности в 2015 году. Информация Сергеева Александровича. Позвольте мне приступить, как говорится, к сложению своего доклада. В соответствии с статьей 131 Конституции Российской Федерации, местное сумму управления осуществляется в городских поселениях. Это так называемые местные сообщества, представляющие собой компактно в границах соответствующих административных реальных единиц, проживающих граждан. Там, где живет человек, там у него складываются, реализуются повседневные интересы. В соответствии со статьей 146 Устава муниципального образования Кингисепска и городского поселения муниципального образования Кингисепский район, Ленинградского устава, Италия, Совет депутатов, представляет свой рядовой отчет. Главу муниципального образования. В системе Кингисепска и городского поселения Совет депутатов Кингисепский район, в системе органов местного управления, представительному органу местного управления Совету депутатов муниципального образования отводится особое место, поскольку именно он выражает волю всех граждан муниципального образования и поднимает его то имени решения, действующие на территории Кингисепского городского поселения. Работа по основным направлениям деятелей Совета депутатов расширяется на различных формах. Именно представитель орган строит нормативно-правовую платформу, на которую исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и обеспечить жизнь гражданам. Сегодня мы подводим итоги политической и социально-экономической деятельности за 2015 год, которая для города Кингисейкова у жителей станет по-особому значимым. Совет депутатов совместно с администрацией активно работал на подготовке города к столь масштабному событию, как 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Выделение таких средств – это огромная заслуга правительства Российской Федерации, губернатора Ленинградской области, главы администрации муниципального образования Кингисеппий и район, за что мы вам, в свою очередь, выражаем большую благодарность. Несмотря на экономические сложности, в городе Кингисеппий продолжалось масштабное строительство, работа и реконструкция социальных объектов. Этот год стал знаком в плане развития социальной инструктуры. Одно из наиболейших проблем, это же, конечно, о чем говорил Викторович, я подчеркиваю, это ЖВХ. Очень много нам досталось от прежней экономической системы. Что я здесь хочу сказать? Это то строительство, которое было произведено, когда строился производственное объединение «Посфорит», то город Кингисепп, конечно, тоже строился, можно сказать, большими шагами. И вот та болезненная тема той же лениевой канализации и остальные темы, которые сегодня приходится решать администрации, очень сложно, очень трудно. И Виктору Ивановичу, и Бурю Николаевичу, она как раз является тем тяжелым наследством, которое сегодня не дает нам возможности так эффективно, быстро отреагировать на данную проблему. Это те вопросы, которые мы должны решать совместно и администрации, и совет депутатов, и граждане города Кингисепп. И на встрече я всегда говорю, подчеркиваю, что если граждане в своем доме создадут свой дом, если они будут совместно контролировать с управляющей компанией обеспечение жизнедеятельности своего дома, то, конечно же, эти вопросы сдвинутся с места. Местность управления в настоящее время переживает острый кризис коллеги, способный окончательно лишить его при старте, так сказать, самому. И сделать скорее декларации, чем институтам, умеющим полномочия, ресурсы и ответственности, независимый для населения, переход на программный. Мы знаем, что были приняты решения реализации всех вопросов через соответствующую программу. Здесь какие сложности? Бывает то, что нет взаимосвязи непосредственно населения, граждан, поработя с этими программами. И хорошо, что хоть вовсе сейчас в действии законодательства вернулись вопросы, то, что на сегодняшний день данные программы должны пройти согласование с депутатами, то есть с нами, поэтому это дает возможность хотя бы вносить соответствующие коррекции в данные программы. Было проведено 9 заседаний Совета депутатов, 50 городских поселений, в том числе одно неочередное. На заседаниях Совета депутатов рассмотрено 132 вопроса, принято 96 решений, 28 нормативно-правой данных. Совет депутатов в своей работе руководствуется нормой федерального и регионального законодательства Сталом муниципального образования Кингисепска поселения, регламентом Совета депутатов, эффективным планом работы Совета депутатов на 2015 год, уделяя при этом особое внимание совершенству нормативно-правой указы и правоупреждительной практики. Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение изменений и принятые решения, что было обусловлено постоянным изменением федерального и регионального законодательства. Благодаря хорошей, тщательной, значенной работе председателей комиссии Ивановой Ирины Самой, Ольги Дмитриевны Максимовой, Владимира Анатольевича Москалевича, Владимира Александровича Федорова обеспечила тщательная, продуманная подготовка к проекту нормативных актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений. Так, за 2015 год организовано и проведено 34 заседания депутатских комиссий. Это и прием граждан, рассмотрение, жалоб, обращение жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встречи. Наиболее часто затравились проблемы жильческого мануального хозяйства, отсутствие горячего проколовного расположения, проблемы запуска отопления, капитального ремонта жилого фонда, многочисленные жалобы на работу с управляющей компанией. Ну, коллеги, я уже подчеркиваю, что до тех пор ни Виктор Иванович, ни Александр Иванович, ни мы все депутаты, у нас, наверное, Виктор Иванович и даст не соврать, там почти 200 домов будет, мы не можем к каждому дому с вами встать и наводить там парень. Ну, больше. Вот, поэтому не хватит даже двух депутатов всех капустов и администрации, чтобы за каждым домом смотреть. Поэтому, как в том знаменитом фильме, помните, да, было сказано, что последний утопающий делал самих утопающих, и, к сожалению, такой закон сегодня существует, что ответственность за содержание дома и внутридомовых помещений лежит на собственнике жилья. Там, где есть у нас сегодня муниципальное жилье, администрация, в общем-то, активно участвует в работе по его содержанию данного имущества и внутри, так сказать, домовых помещений. И депутатский фокус принимал участие в рассмотрении и способствах решения ряда острых проблем. Большую роль в этом сыграли принимаемые Советом депутатов Могин-Гинсекция городского поселения конструктивное взаимодействие с главой администрации Могин-Гинсекции в муниципальный район, поддержка и помощь губернатора Ленинградской области, наших коллег из правительства Ленинградской области. Читая, необходимо отметить, что Совет депутатов работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет муниципальное образование Могин-Гинсекция городского поселения. Только совместная работа всех уровней власти позволит нам полноценно обеспечить свои обязательства перед избиранием и улучшение жилей деятельности дальнейшего развития города Могин-Гинсекция. Необходимо понимать, что мы должны сделать все от нас зависящее для процветания нашего поселения, создания лучших условий для жизни наших избирателей, интересы которых представляем мы в Совете депутатов. Спасибо, уважаемые коллеги. Сергей Геннадьевич, главный инженер ООО «Ингисепский водоканал». Пожалуйста. Дорогие коллеги, вы знаете о том, что городские водочистые сооружения были запроектированы, построены и предъявили эксплуатацию в период с 1968 года до 1970 года ушедшего столетия. Теоретические изменения, которые повлекли за собой изменение качества воды в реке Гудо. К сожалению, изменения не в лучшую сторону. Поэтому по состоянию на сегодняшний день городские водочистые сооружения и водоканал в целом нацелены на ту работу, чтобы каким-то образом использовать устанавливающее технологическое оборудование и попытаться достигнуть достигаемой цели части обеспечения населения города качественной питьевой водой. Мы зависим полностью от качества воды в реке Гудо. Это неиспоримый факт. На примере прошлого года вы помните, что весна, лета, осень были достаточно засушливыми. По этой причине свет из реки Гудо достигал порядка 25 градусов, поэтому жители нашего города получали качественную питьевую воду при достижении санклиновских значений по светлости, даже по тренганатной окисляемости. И это все видели, поскольку водой это и пользовалось. Вода была в речке хорошая, а в кранах у балентов тоже хорошая. Ближе к осенью, к первому году, все кардинально изменилось. В соответствии с федеральным законом об оснащении водоотведения Кенгисевским водоканалом был разработан план мероприятий по доведению качественной питьевой воды в соответствии с требованием САМПИ на 2014-2017 годы. Этот план прошел стадию согласования в территориальное управление Роспотребнадзора и утвержденный главной администрацией муниципального образования Кенгисевского муниципального района Виттера Львовича. В этот план вошли несколько мероприятий. Первое, это глобальное, самое основное, это реконструкция водочистых сооружений Сережины. Второе, капитальный ремонт действующих контактных рассветлителей. Третье, это реконструкция водорода от ВОС Сережины до проспекта Хава Маркса. Четвертое, капремонт запорной арматуры. И пятеро, засыпка фитрующих материалов, существующих контактных осветлителей. О первом мероприятии могу сказать следующее. Реконструкция ВОС Сережина. Вот, реконструкция ВОС Сережина. На сегодняшний день получено положительное заключение государственной экспертизы. Цена реализации проекта больше 1 миллиарда рублей. Поэтому, уважаемые коллеги, не остается ничего, как поверили кандидатского, о том, что главой администрации Виктора Евгеньевича, губернатором Евгеньевской области Александра Евгеньевича, кто понедельник этого канала, принимаются все возможные усилия, повторяя все возможные, для того, чтобы этот проект был реализован в ближайшие годы и жители нашего города получили качественную услугу по приснабжению. У нас был вопрос по улучшению качества питьевой воды. На комиссии по ЖКХ мы рассмотрели данный вопрос, но, к сожалению, ни один из представителей ООО «Кингисепский водоканал» не явился на комиссию, несмотря на то, что были своевременно предупреждены о времени и месте ее проведения. Считаем, что ООО «Водоканал» проявил неуважение к депутатам, а учитывая значимость предоставляемой услуги и неуважение к народу в целом. Представленный в письменном виде на сегодняшнее заседание отчет практически ничем не отличается от отчета, предоставленного ровно год назад. Мы вам раздавили, уважаемые депутаты, эти отчеты. Посмотрите, они абсолютно не отличаются. Датой отличаются. Датой отличаются, да. Что говорит о том, что для ООО «Водоканал» данный отчет имеет формальный характер и не несет никакой смысловой нагрузки. А итог работы каков? Качество питьевой воды на сегодняшний день так и не поменялся. Настоятельно рекомендуем являться на комиссии, чтобы обговаривать все моменты и нюансы, чтобы не выносить в дальнейшем на Совет депутатов эти вопросы. И также вот мне интересно, вы говорите о том, что, значит, губернатор и глава администрации, что вы говорите о том, что когда-то, наконец-то, мы будем делать хорошую воду, улучшать это качество и вообще полностью там делать, менять оборудование, да, когда это будет уже. Потому что мы каждый год только слышим цифры. 380 миллионов, миллиард 200, пока мы будем все это говорить, время будет 3 миллиарда 400, где мы возьмем деньги. А люди каждый божий день с 8 утра до позднего вечера звонят и говорят о том, что не нравится качество воды и хотелось бы, чтобы оно было гораздо лучше. Потому что я отвечаю каждый божий день. Почему такая плохая вода? Я не знаю, почему вы участвовали. Вы направляете к нам. Так опять же я направлять должна к вам. Вы должны работать. Нет, ну тут то, что снируемая организация и все мероприятия направлены в данном случае к вам существует данного вопроса, мы проходим через фильтр тарифов. Все, что мы пропускают в тарифах, то мы делаем. Все, что есть, возможности финансирования из местного бюджета, администрация средств выделяет, но основной источник это тарифы с тарифами. Вы знаете, сейчас вы приняли тарифы. Росказы, тарифы я вам не буду называть, вы все смотрите с ними. Прекрасно, что вы понимаете. Нам надо на следующий совет депутатов, все вопросы, которые сейчас сформулированы, может быть профильная комиссия руководитель сформулирует вопросы водоканала, подойдет к Евгению Павловичу, Евгений Павлович добавит, чтобы полнота информации была и на следующий совет депутатов повторно пригласить на комиссию и сюда, на трибуну руководителя водоканала. Проект, который сделан наконец-то правильным, соответствует требованиям и ситуации 21 века и нормам Санпиноска, это, он абсолютно сегодня адекватен. И в данный момент я активно принимаю участие, просто активно участие в поисках денег для того, чтобы инвестор получил проектное финансирование. Мы вместе с инвестором работаем над эту тему. Тогда у нас получается, что мы получаем из федеральных источников 300 миллионов. Сегодня надо частному предприятию ООО «Доканал» найти 600 миллионов рублей. Остальные деньги будут уже невозвратны. 300 миллионов из Российской Федерации, 300 миллионов из бюджета Ленинградской области. Мы сейчас работаем над этой темой и только что-то сделаем, кризисы, только что-то подтянем, кризисы, обстоятельства, которые нас бьют просто по печенке, как говорится, знаете, в простонародье. Все, что сделано, надо четко. Мероприятия, сроки, деньги, какие были потрачены. Мероприятия, сроки, деньги по водоканалу. Мы много делали. Многое сделано по энергосбережению. Просто доложить последнюю ситуацию трех лет. Но без реализации глобального проекта нам не выйти на те показатели, которые мы хотим по воде. В муниципальной организации учреждения служба заказчика на 31 декабря 2015 года числилось в ней 50 человек работающих. Средняя зарплата составила 30 300 рублей. Основные задачи в 2015 году решаемые этой службой были выполнение функций заказчика в области проектирования строительства, ремонта или конструкции объектов капитального строительства. Осуществление контроля технического надбора при строительстве, реконструкции, ремонта. В участии в разработке и реализации дорогослужащих целевых программ капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов. Отчет о работе Куба «Бокса-Римберс». Уважаемый депутатский корпус, приглашенный президент. Я сегодня стою на трибуне как председатель Куба «Бокса-1», в котором работаю уже 17-й год. В общем-то, срок достаточно большой. Я думаю, что я на любые вопросы, касающие «Бокса», смогу ответить. Значит, в этом году, то есть в прошлом году на поддержку культурно-сформативной организации Куба «Бокса-1» было выделено 887 800 рублей. Участие в первенствах Ленинградской области среди мужских, юношеских и детских командов, первенствах и чемпионатах северо-западного округа и в междурегиональных каких-то всероссийских турнирах. Значит, всего мы приняли участие в 22 мероприятиях на сумму 689 рублей 923 рубля. Второй раздел у нас – проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Кингисепского района. У нас их немного, три, но они такие значительные уже, будем говорить, для нашего города. Больше 20 лет мы проводим турнир, посвященный городу Днюкингисепа, и третий год мы в этом году будем проводить как кубок губернатора Ленинградской области по Боксу. Второе мероприятие – это открытый турнир по Боксу, посвященный памяти воина-афганца Шарапова в городе Ивангород. И второй год мы будем проводить командный турнир среди сборной команды Кингисепа и Ивангорода, для того, чтобы как-то отбирать и видеть на вышестоящие соревнования. Информацию председателя клуба Бокса Мэровой Надежды Николаевны вам большая благодарность за то, что вы нам все рассказали, все подробно. Ну и, конечно же, наша благодарность президенту за то, что он поддерживает вас. Это, конечно, очень хорошая поддержка для вас. Решили рекомендовать Совету депутатов МОКИ и Северского городского поселения принять информацию к сведению. Несли вам по кубоку. Так, мы бог с такими дарились. Есть дополнительное дарное сбережение о повышении энергетической эффективности. Информация. Свердов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МОКИ и Северского муниципального района. Мы подготовили небольшую и визуальную информацию, для того, чтобы было более понятно. И на сентября 2014 года, то есть получается 4 месяца сентября 2014 года и весь 2015 год, мы наблюдаем за экономией энергоресурсов и экономим тем самым и сам ресурс, электрическую энергию и средства. Показатель экономии электроэнергии в натуральном выражении, который должен обеспечить исполнитель в период действия всего энергосельско-контрактов за 6 лет, должен составить не менее 9 миллионов 640 тысяч киловатт-час. Это довольно внушительная цифра и преимущественным самого энергосельско-контракта заключается в том, что оплата за оборудование и установку производится не залпово сразу из средств местного бюджета, а и за счет средств, которые получены от снижения потребления электрической энергии. Исполнителем контракта является ООО «Балт Энергоэффект», город Москва, который в городе Кингисепи в соответствии с техническим заданием, произвел замену встаревших энергоемких уличных светильников. По его выбору был, по согласованию с нами, был выбран в пользу российского производителя, это Татарстан, Казань, фирма производства «Ледов». Это 1730 штук. Контракт заключен на 6 лет, 9,5 миллионов киловатт-час, 1,490 миллиона в 2016 году ожидается. Это составит более 11 миллионов рублей. Мы можем димировать, уменьшать освещение, пока к этому не прибегали, и через один светильник оставлять. В связи с этим контрактом у нас часть светильников, которые сейчас наявлены. Мы работаем совместно с ГИБДД, делали выходы на территорию, замеряли освещенность, определяли приоритеты. И сейчас вот у нас этот миллион, который, так скажем, нам по итогам торгов достался за счет экономии, мы сейчас смотрим потребность, куда их потратить. Одно по улице Привокзальная называется, рядом с железнодорожным вокзалом отсутствует освещение. И другая сейчас предписание выписало ГИБДД, дороги спутник с Криковским шоссе. Мы смотрим по приоритетам. Если у нас решение суда вступило в законную силу, и может быть оно уже на контроле судебных приставов, мы, конечно, в первую очередь эти закроем позиции. Мы уже много лет говорим о том, чтобы написать письмо либо в ЗАГС собрания, либо выше, о том, чтобы все-таки оплату за уличное освещение приравняли к цене той, которую мы платим в квартирах, а не как вот в организации. И тогда будет экономия тоже большая. Все-таки же люди пользуются, они... Мы же на этом не зарабатываем, то, что свет светит. К сожалению, во всех муниципалитетах ситуация одинаковая. То есть у нас есть регулируемый, не для населения, есть регулируемый, есть нерегулируемый. Это, к сожалению, нерегулируемый труд.